Филипп Александрович Соколинский, главный тренер нашей молодежки после поражения от Сочи. Какие у вас мысли об этой игре? Мысли сейчас после игры двоякие. Первый тайм провели, то, что проиграли, не скажу, что заслуженно проиграли, потому что в первом тайме по качеству футбола был на хорошем уровне. Во втором, к сожалению, обидный гол, который пропустили, начали отыграться очень, выпустили большую группу футболистов в атаку, свалились на вал. Наверное, может быть, и не стоило это делать, можно было потерпеть, но сейчас выводы так тяжело делать на эмоциях. Поэтому мы проанализируем, будем готовиться. У нас сейчас небольшой перерыв, где мы проведем ряд товарищеских игр и подготовимся уже к «Зениту». Много игроков команды уже покинули, я так понимаю, перешли в «Динава-2». Если мы сравниваем с тем, который был в первой части сезона, насколько сильно по вашей команде это ударит, как вам кажется? Ну, всегда, когда идут небольшие перестановки в команде, идут ребята на повышение, это хорошо. Футболисты растут, у нас ряд футболистов ушло в «Динамо-2», кто-то ушел в «ФНЛ». Максим Караев наш, один из ведущих игроков был в обороне, который перешел в «Алимблагопрудный» в «ФНЛ». Тоже успехов ему там. Поэтому наша задача ребят – упускать туда, чтобы они там проявляли себя, и вот это наша задача. Здесь хочется тоже выигрывать, хочется показывать хороший футбол. Иногда это удается, иногда нет. Но, в целом, ребята стараются всегда, их цели, мечты – попасть в большой футбол. Но они реальны, потому что мы видим, как они работают, как относятся к делу. Поэтому я ребятами доволен и за сегодняшнюю игру тоже поблагодарил их. Ну а вам спасибо большое за этот комментарий. Надеемся на победу в игре с «Зенитом». Сегодня, к сожалению, 11-матчевая победная серия завершилась. Надеемся, скоро начнется новая. Филипп Александрович Соколинский специально для нашего YouTube-канала после матча с «Сочи». Спасибо.